Главная встреча дня. Чуть больше часа назад завершились переговоры Петра Порошенко с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. О чем они говорили и что еще запланировано в программе этого вашингтонского визита, мы узнаем у моего коллеги Дмитрия Анопченко. Он сейчас находится в Вашингтоне и с нами на прямой связи. Дима, добрый вечер. Расскажи обо всем, что тебе известно. Наташа, добрый вечер. Наверняка уже сейчас, хотя визит в принципе только в разгаре, можно говорить о первых итогах. Важный итог это то, что эта встреча в принципе состоялась. Дело в том, что обратите внимание, с Петром Порошенко Дональд Трамп встречается до того, как поговорить чуть позже в рамках 20-ки с Путиным. И это очень показательная вещь. Вот если вспомнить недавние события, до того, как произошла широко разрекламированная встреча с российским министром Лавробом, в Белом доме в этот же день Пенс и Трамп приняли украинского министра Климкина. Ну и вот сейчас первый разговор, первое знакомство с Порошенко еще до того, как Дональд Трамп проведет первый разговор с Путиным. И вот в Белом доме просто откровенно говорят, что это очень прозрачный намек, очень четкий месседж. Второй момент, второй итог. Вот это личное знакомство. Почему оно так важно? Я хочу на это особо обратить внимание. Это понимаешь, когда вот здесь в Америке долго живешь и долго в этом варишься. Американские журналисты, которые входят в пул Трампа, рассказали мне, что, вы знаете, есть политики, к примеру, Ангела Меркель, которые очень долго анализируют, очень долго к себе подпускают, очень долго принимают решения. Трамп абсолютно не таков. Трамп человек эмоциональный, Трамп человек первого впечатления. Он как раз из всех, кто, что называется, принимает по одежке. И вот поэтому это первое знакомство, первое впечатление от разговора с Порошенко было действительно очень-очень важно. Тем более, что Порошенко, Пенс и Трамп говорили на равных, говорили без переводчика, у президента прекрасные английские, общались напрямую. Так что это первое впечатление действительно очень и очень важно. А вот как все проходило, я дальше не буду комментировать. Вот просто без комментариев небольшой фрагмент. Спасибо всем вам. Это большая честь встретиться с президентом Украины Порошенко. Это ожидаемый визит, о нем много писали ранее. И вот встреча произошла. На протяжении дня у нас состоялся ряд продуктивных дискуссий. И думаю, мы достигли прогресса в переговорах. Это большая честь, господин президент. Спасибо. Если говорить об этих переговорах, в которых достигли прогресса, то, во-первых, говорили о военно-техническом сотрудничестве, во-вторых, об экономике, а львиную часть времени потратили на обсуждение ситуации на Донбассе и на обсуждение того, каким образом Соединенные Штаты могут участвовать в решении вот этой проблемы, в решении этого давнего и болезненного конфликта. И тут важный момент. Петр Порошенко, буквально меньше часа назад он вышел в прессе, вышел к журналистам и сказал нам, что он получил от американского руководства полную поддержку. Давайте послушаем. Дуже важно, что сегодня, именно в этот день, когда выполняется ревно три года, потому что 20 червня я оголосил сразу же после выбрана президентом режим припинения в огне и презентировал свой мирный план, который стал основой Минских договоров, то было наголошено на том, что Соединенные Штаты Америки поддерживают, остаются отданы Минским договоренностям и уверены в том, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских договоренностей. Ну и почему вот к Минским договоренностям такое внимание? Потому что эти слова, Минские договоренности, Минский agreement, они звучали очень часто в ходе этой встречи, в ходе разговора с Пенсом, в ходе разговора с Трампом. В последнее время в Вашингтоне очень много публикаций в прессе со ссылкой на неназванные источники заявляли, что якобы в Соединенных Штатах поговаривают об изменении Минского формата. С другой стороны, украинские политики по поводу изменения формата, скажем, мягко противоречивые заявления делают. Вот и вот сегодня Петр Порошенко расставил все точки над «и». После встречи с Трампом он вышел к журналистам и, по-моему, «Голос Америки» задал ему вопрос, «Петр Алексеевич, что Вы считаете, насколько возможно изменение Минского формата?» И президент сказал, что он сторонник Минска и что он не видит никаких оснований для того, чтобы менять формат. Что борелось могут быть изменения Минского формата, что вы не забыли? Я не вижу в этом никакой необходимости. Соединенные Штаты Америки являются нашим партнером. Мы будем очень интересны в залучении Соединенных Штатов Америки до активного процесса. Соединенные Штаты Америки являются гарантом по Будапештскому меморандуму. И сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для Соединенных Штатов и решучая налаштованность на поддержку нашей державы. Из Белого дома президент отправился в Пентагон. В конце выпуска я буду готов рассказать подробности и об этой встрече. Напомню, это будет первая встреча, первый разговор, но фактически тоже знакомство с новым министром обороны Соединенных Штатов. Но есть еще один важный момент. Просто в заключении этого разговора, вот этого прямого эфира хочу сказать. Дело в том, что президент передал вице-президенту Пенсу письма, обращения, прямые письма, прямое обращение от родственников тех украинских заложников, которые находятся сейчас в России. И выйдя к нам, разговаривая с журналистами, он сказал, что очень вероятно, что Соединенные Штаты будут активнее давить и очень вероятно, что вот этот сегодняшний его поступок, сегодняшний его разговор с Пенсом действительно поможет. Наташа. Спасибо тебе, Дима, за все подробности. Я не прощаюсь, мы сегодня еще пообщаемся. Дмитрий Анопченко о первых итогах визита Петра Порошенко в Соединенные Штаты.